Факты пыток во время предварительного следствия в отношении подозреваемых не подтвердились. Такое решение областной прокуратуры огласил сегодня государственный обвинитель Дюзельбаев по делу 37 нефтяников. Большинство из обвиняемых в беспорядках Жанузе не ранее заявляли, что показания с них выбивали силой. О давлении со стороны следствия рассказали сегодня и свидетели. Причина, по которой я сегодня пришла, это человек по имени Аман Досаханов, который приходит домой и пугает моего сына. Из полиции Озена, начальник. Позвал, дал повестку, сказала, что не пойду, но он не отстает. Потом, когда пошла к нему, говорит, найди сына, приведи ко мне на разговор. На следующий день снова так сказал. Каждый день ставят под моими дверями караул участковых. Моих детей задерживают, проверяют удостоверение. Я сегодня в суду хотела сказать, что было такое. Мой сын после окончания суда останется без защиты. Боюсь я, поэтому пришла сюда. Напомню, на одном из предыдущих судебных заседаний свидетели со стороны обвинения Ерланджи Лбаев Александр Баженко признали, что анонимно давали показания под давлением. Напуганная слежкой, мать Ерлана сегодня потребовала прекратить давление на ее сына, но разволновавшись, так и не смогла полностью донести свои мысли до суда. Также сегодня во время заседания по предложению адвоката Батиева начали анализировать материалы. Видеосъемки с места событий записаны на 18 дисках. Продемонстрированы были сегодня не все. Кроме оперативной записи полиции показывали кадры, зафиксированные операторами партнера нашей телекомпании, видеопортала СтанКЗ. Также на суде просматривали любительские записи из интернета, в том числе и видеорасстрела людей за авторством Сауле 540. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...